помните как-то раз сделал ролик про сайт ftrade.ru так вот сама связался создатель этого сайта и заказал небольшой преролл к этому ролику и я с радостью готов сказать что сайт стал значительно лучше с того времени на него добавили много крутых фишек которые не найдешь на других трейд сайтах например динамичная не статичный unusual эффекты прямо на сайте чтобы вам было легко сразу понять что за эффект вы покупаете ну и самое главное комиссию на сайте не тронули она все еще самая низко по сравнению с другими трейд сайтами так что советую зайти прямо сейчас и начать обмениваться на этом сайте всем привет сегодня пришел в голову затронуть такую мало освещенную в тф2 сообществе тему как трейдапы или же контракты обмена дело в том что в кс чьим прообразом и являлись стрейдапов тф2 эта тема освещена куда больше и некоторые умельцы даже умудряются на этом зарабатывать ну а чем мы ты эфиры хуже и еда в конце ролика розыгрыш на один из предметов которые получил из этого самого трейдапа так что смотри до конца и участвуй в этом ролике расскажу вам что такое контракты обмена где их достать что из них можно получить и вообще можно ли на этом еще и наживиться по сути контракты обмена это тоже самое что и трансмутации которые мы выполняем на хэллоуин но с обычными вещами и зачастую результат обмена можно сразу же передать или же продать не буду долго тянуть и начну сразу с того как же все таки открыть это замечательное окошко нажимаем правой кнопкой мыши в пустое место в своем инвентаре если она вас еще осталось из выпавшего окошка выбираем то что нам надо доступно целых 2 ой как много варианта но для начала разберемся с первым и собственно основной темой этого ролика до 2 доберемся ближе к концу ролика первая строчка это те самые контракты обмена вообще их вели как дополнительный контент к обновлению gunmetal о котором я как-то уже делал ролик так что если ты его не видел бегом проверять что же это такое было за обновление так вот и 27 августа пятнадцатого года контракты добавили в игру суть их просто до безобразия закидывайте 10 оружий шапок и вообще чего угодно что может иметь качество даже боевые краски и получаете предмет качеством выше взамен на эти 10 предметов однако я считаю что нужно немного углубиться в этой рассказать как именно игра определяет что вы получите ну для начала вы не можете использовать предметы разных качеств то есть скажем если вы закинули хоть одно оружие наемника то вы не сможете в этот же контракт добавить оружие или шапку какого-либо другого качества то есть 10 предметов одного качества на выходе получаем один предмет но качеством выше то есть если вы закинули 10 оружий убийцы ну розовеньких этих то на выходе получаете одно элитного бойца ну красненькое такое но справедливо возразите вы оружие же может быть разной степени изношенности да из разных коллекций правильно и это то на чем я бы задержался еще ненадолго официальная информация такая качество получаемого предмета выбирается на основе среднего качества всех предметов добавленных в контракт то есть по этой логике если вы скажем закинули 5 оружий закаленных в боях и 5 прямо с завода то скорее всего результат будет после полевых испытаний ну по крайней мере такова официальная информация по личному же опыту скажу что просто-напросто выбирается одно из 10 оружий и результат будет из такой же коллекции и такой же изношенности как и это рандомное оружие грубо говоря рандомный слот из 10 только качеством выше ну и да если на уровне выше то есть на следующем качестве есть выбор среди нескольких оружий или шапок также рандом решать что из этого вы получите так что чтобы получить из контракта что-то определенное нужно быть либо очень удачливым либо расчетливым хотя расчет тут вам не очень-то и сильно поможет по сути все это одна большая развлекаловка и типа вам должно быть весело я получу плюс или уйду в минус типа того как вы сейчас видите на экране я закинул 10 самых разных пушек гражданского качества одного качества да там были всевозможные степени их изношенности от после полевых до прямо с завода что ли а в результате я получил боевую краску из коллекции harvest немного поношенной изношенности судя по всему игра выбрала третий слот контракта в котором у меня лежал немного поношенный миниган из коллекции harvest в результате я получил боевую краску качеством выше причем выбор ее был полным рандомом ведь я мог получить и другие краски. Ну и да, я получил краску, а не оружие. Так этот миниган был получен из боевой краски, и соответственно игра просто не смогла бы дать мне еще и рандомное оружие, так как оно могло бы и не подойти под краску, да и это было бы немного нелогично. К слову, сама краска оказалась очень даже неплохой, на ней довольно много бирюзового цвета, так еще и полосы идут практически под 90 градусов. Короче, я практически доволен. Возникает еще один справедливый вопрос, и можно на этом как-то навариться, и ответ, да, но нужно очень сильно постараться, быть мега удачливым, и вообще я вам этого не говорил. Ладно, еще одна маленькая наводочка, купаться можно на одной из коллекций, о которой я как-то говорил в каком-то из своих обзоров об старении, все кому надо поняли о чем я, но еще раз повторяюсь, это дело очень рисковое, и этом стоит заниматься только если у вас много лишних денег, и вы не боитесь их потерять. Ну и теперь вторая строчка, гораздо менее затратная, и еще более недооцененная. Это по сути тот же контракт, только результатом будет являться статклок гражданского, или же счетчик убийств, который можно будет применить только на оружие гражданского качества, то есть самое низкое в игре. Никакого рандома, тут всего 5 слотов, и сюда можно запихнуть абсолютно все, что выше качества внештатного работника, или же все странные предметы. Результат всегда известен, он один, и его цена что-то около 54-56 рублей. Проблема в том, что купить данный контракт практически нереально, из-за ограничения по качествам вещей. Если вам, конечно, очень повезет, то после продажи и всей комиссии, вы получите рублиток 5 чистой прибыли. Ну да ладно, есть и гораздо более интересная фишка, связанная со статклоком. По сути, такого в игре не должно было быть, но команда TF2, как и большинство багов, решила просто оставить эту фичу, либо это было их задумкой. Мы до сих пор не знаем, но выглядит все это нелогично, сейчас объясню. После нанесения счетчика на предмет гражданского, вы получаете тот же предмет, но странного типа, как я, вот эту вот медпушку, которую я, собственно, и разыграю под конец ролика. Так вот, вы уже, наверное, гадались, что если сплавить 10 таких предметов с нанесенным статклоком в контракт обмена, на выходе мы получим предмет качеством выше странного типа из такой же коллекции. Но вот незадача, такой предмет в качестве странного типа никогда не должен был существовать, и можно подниматься так и дальше, вплоть до максимального качества. Как-то раз видел на бэкпэке винтовку Боуньярд прямо с завода странного типа. И, казалось бы, ничего особенного, но вот как выглядит эта коллекция. Чувак дошел с первых качеств до последнего, и ему еще и повезло выбить с 33% шансом снайпу, а не гребаный револьвер, скажем. И давайте-ка посчитаем, сколько это все ему стоило. Для получения одного предмета качества бойца, то есть высшего качества, нужно 10 предметов наемника, а это 100 предметов вне штатника. И, соответственно, 1000 предметов гражданского. Так еще и на каждый по счетчику надо купить. Если даже только одни счетчики посчитать, то это выйдет уже более чем 50 тысяч рублей, только ради 33% шанса выбить снайпу. Короче, лютая тема, и ребята при деньгах уже долгое время подобным занимаются, возможно даже окупаются, но это не точно. И да, кажется, продавал у нее за 800 ключей, а это 120 тысяч. Ничего себе, чувак, наварил, конечно, немного. Но, в принципе, справедливо. Так или иначе, это очень интересная тема, и, возможно, вы сами подумаете над этим и найдете для себя какую-то схему, по которой сможете делать более-менее стабильную прибыль. Только никому о ней не рассказывайте, иначе можете просто обрушить рынок и конец вашей прибыли. Ну, а если тебе лень думать над схемами, ты всегда можешь купить их у меня, написав мне в ЛСВК. Нормально так нативку вставил. Ну и обещанный розыгрыш под конец ролика. Вот эта вот замечательная пушечка, которая я получил из контракта, наверное, даже подпишу ее по приколу. Правила все те же, как и всегда. Подписка на канал и комментарий со ссылкой на обмен. Итоги через неделю после выхода данного ролика. К сожалению, дату точно сказать не могу, там сами считайте, потому что я лично хз, когда это видео выйдет. Ну и на этом, на сегодня, пожалуй, все. Благодарю всех донатящих, особенно Деда Мороза, который не устает баловать меня всевозможными отличными игрульками. То Far Cry 5 подгонят, то Мэд Макса. Короче, спасибо тебе еще раз огромное. А, ну и да, подписывайтесь на канал, вступайте в группу в стиме, вконтакте. Всем удачи и до связи. Субтитры сделал DimaTorzok Эншилдигензи? О, гребаная лингвистика.